Ну что случилось в последнее время? Вроде так, разогнались, мы уже вас золотом собирались награждать. Ну, никогда нельзя заранее награждать. Сложно сказать сразу по горячим следам после этого матча, конечно. К сожалению, для нас химки заслуженно победили. Можно их поздравить с этой яркой победой, я так понимаю, исторической, то есть они впервые обыграли наш клуб. Ну, а причины, будем разбираться, конечно, очень много ошибок, к сожалению, невынужденных. Футбол не прощает. Особенно понятно, что сейчас все команды, которые даже находясь внизу таблицы, дают бой. И, как правильно было сказано, что сейчас для них это, по сути, каждый матч, это финал. Ну, а нам нужно сделать работу над ошибками, подумать. И, тем не менее, борьба впереди. Ни в коем случае нельзя сейчас предаваться какому-то ныню. Ну, и футболистам, и тренерскому штабу, ну, это не наблюдается. Но, тем не менее, понятно, что после двух таких осечек настроение не измышляет. Роман Юрьевич, зачастую. У нас выкли от поражений. Понятно, что за длительный период достаточно. С осени прошлого года первое поражение и болезненное очень. Но это футбол, поэтому нужно держать удар и готовиться к следующему матчу. Роман Юрьевич, за что теперь ЦСКА борется? Потому что, вот, Карпин говорил про то, что есть только первое место, а все остальное это, там, максимум строчка Википедии и выживание. Вот за что теперь ЦСКА борется? Я не соглашусь с Юрьевичем. Ну, как? Во-первых, Еврокубки, которые еще все-таки мы держим в уме. И понятно, что второе, третье место, это гораздо лучше, чем пятая, шестая и так далее. А во-вторых, надо, как я уже говорил, просто ставить задачу побеждать в каждом матче и в конце посмотреть на турнирную таблицу. Поэтому мы боремся за то, чтобы быть выше в турнирной таблице, за нашу эмблему, за наших болельщиков и никаких упаденческих настроений нет. Почему вы все еще верите в игрокубки? Кажется, что шансов нет. Ну, почему? Ведь все-таки еще не был рассмотрен вопрос по существу. И мы видим, я вот вчера прочитал новость, что, по-моему, если не ошибаюсь, саночники добились того, что их вернули в международные соревнования. То есть уже президент. Молодцы ребята. Ну, там промежуточное такое решение достаточно. Что значит промежуточное? Ну, там, насколько понимаю, они нарушение процедуры зафиксировали, просто исключили. То есть там еще будут суды какие-то? Ну, возможно. Я просто видел новость, не вникал. Но, тем не менее, надо отстаивать свои права. И все-таки у меня есть надежда, что нам разрешат участие в Европравах. Кстати, в случае, если не разрешат, вы понимаете, механизмы обжалованы? Нет, то есть чтобы РФС, РФЛ подавали? Или условно клубы, которые попадут в зону УЕФА-1? Это делается российским футбольным союзом. Поэтому мы в контакте с коллегами. И все, что сейчас возможно, представителями РФС и Лиги уже сделано. То есть пока не будет рассмотрен вопрос по существу. Никаких других действий сейчас предпринимать не представляется возможным. Коллеги из латиноамериканских стран пишут про то, что у ЦСКА проблемы с выплатами по тем игрокам, которые были, например, по микроскале. У меня есть определенные технические сложности, но это не только у нас. Наверняка вы знаете, что сейчас все валютные платежи из России сопряжены с определенными проблемами. Особенно если платеж в евро. То есть через банки, корреспонденты и так далее. Но мы с Риверплейд на связи. То есть они понимают ситуацию? Какая сейчас следующая сделка в рублях будет? Сейчас санкция. Вот тогда вы говорили, что юристы ведут работу сейчас и какой? Определенный алгоритм. И думаю, что уже со следующей недели мы приступим к его реализации. Там тоже достаточно все непросто, потому что необходимо было выбрать, наиболее правильную форму, и надеюсь, нам это удалось. Поэтому в течение месяца... Идете рецепт сюда? Ну, это оптимистичный срок, патимистичный, думаю, там полтора-два. Что касается продления русских игроков, они как-то у вас на паузе пока, я думаю, что... Вы кого имеете в виду? Ну, вы говорили про Кенфеева. Кенфеев продал, можно сказать? Ну, мы договорились с ним. У нас есть, опять же, понимание. И в случае с Игорем, это не та ситуация, когда вот пока на бумаге не появится подпись, нельзя говорить о том, что стороны пришли к соглашению. Просто, опять же, по понятным причинам сейчас всем, и экономическим в том числе, достаточно сложно понять, как нужно финансовые условия обуславливать. Опять же, привязка к валюте, как это было раньше, или без привязки. Поэтому просто взяли небольшую паузу, вот мы видим, как тоже курс рубля меняется существенно, достаточно короткий срок. Поэтому необходимо учесть все эти нюансы, и когда ситуация стабилизируется, нужно договориться на понятном условии. То есть пока по всем российским игрокам на паузе? Да. Переговоры по контракту? Ну, опять же, со всеми есть понимание, то есть я уверен, что не будет никаких сложностей. И просто, опять же, ребят сейчас ставить положение либо так, либо никак нехорошо, а для того, чтобы мы могли понять, на что мы можем рассчитывать, опять же, на точки зрения доходной части Еврокубки, которые мы сейчас с вами уже обсудили, будут, они не будут. То есть есть вопросы, которые косвенно влияют в том числе и на это. Поэтому мы решили, что правильнее будет сейчас не пытаться предугадать, а подождать немного и уже... С теми, у кого более длинный пен. Если говорить о маме сегодня. То же самое, пока не ведутся переговоры, да, просто... Нет, они ведутся. То есть мы просто взяли паузу определенную до, как я уже сказал, стабилизации ситуации. Игроки, которые, ну, под вопросом сейчас контракта не понимают, потому что в случае того, что не будет Еврокубки, да и в целом экономическая ситуация, понимаете, что им придется падать? Что это как бы ждет весь русский футбол? Ну, думаю, что наверняка это все понимают. Но это не только футболистов касается. Наверное, всех касается футболистов в первую очередь. Просто потому, что у них как правильные заклады были привязаны к валюте. И, естественно, если мы лишаемся их существенных источников дохода, то понятно, что это не может не влиять на все остальные. Вот мы видим то, что есть зенит, который уже сейчас продлевает российских игроков. Вас это не удивляет? Ну, я не могу говорить за зенит. Наверное, у них какие-то другие критерии, какие-то условия. Может, они что-то знают? Не думаю. Ну, просто, может быть, у них просто более четкое понимание по бюджету, по формированию этого бюджета. На следующей неделе будут первые заседания рабочей группы, по спецполкома. Вы не удивлены, что там нет одного представителя группы? А есть только... Я, честно говоря, вчера об этом узнал из прессы, и достаточно сложно имели бы что-нибудь прокомментировать. Не знаю, о чем там собираются говорить. Были, конечно, разговоры, что мы будем делать в случае неучастия в Еврокубках, и сборная, если не будет допущена до международных соревнований. Очевидно, что нужно заполнять чем-то вот эти паузы, но до конкретики пока дело не доходило. Если говорить, вы сказали по продлению контракта с другими, а если по выкупу того же языка, может быть, с ним уже начали... Да, да, да. С Юсуфом мы разговаривали, у него есть желание остаться. Понятно, что есть прописанная опция выкупа, но, опять же, здесь нужно смотреть в совокупности по ситуации, связанной с Еврокубками, с курсами и так далее. То есть пока есть предварительная договоренность, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. И со стороны футболиста, и со стороны... Я правильно понимаю, что вы ждете конца Майя, чтобы понять, что... Ну, может быть, чуть пораньше хочется верить, что чуть пораньше, насколько конкретно, ясно. В том числе, в том числе. То есть, конечно, очень существенно влияет на ситуацию участие или не участие в Европе. Если не участвуем, то какой нам нужно формат и состав участников оптимальный? Я говорил и до этого. Мне кажется, интересна идея сплей-офф. То есть я считаю, что в тех чемпионатах, где она практиковалась, были очень хорошие показатели и по посещаемости, и по смотребельности, и по интересу со стороны спонсоров. Если мы вспомним переходный сезон, если не ошибаюсь, 19-12 годов, когда мы переходили на систему осень-весна, и вот этот третий круг, когда команды боролись за Еврокубковые места, на мой взгляд, получился одним из самых интересных. И думаю, что здесь не нужно предупредить велосипед, то есть в такой же системе. Два круга все играют друг с другом, дальше делятся на две части, и уже разыгрывают соответствующие места у своих подгрупп. СССР по-прежнему категорически против возвращения к весну осени? Мы не видим в этом никакого смысла. То есть мы просто поменяем наименование, а для чего? То есть суть не поменяется. Вы в декабре не будете играть в чемпионат? Ну, это если без Еврокубков. А если мы с Еврокубками, то мы так и так будем вынуждены играть в декабре. Мангель, человек уместить вот тот формат, который вы предложили в рамках одного сезона? Потому что тогда же это было полуторогодично. Да, но я же подчеркнул, что это в случае, если мы не участвуем в Еврокубках. Но все равно там уже не так прям много конкурсов. Ну, в общем, достаточно большое количество конкурсов появляется, и думаю, что можно будет играть в том числе в середине недели. То есть это позволяет календарь. Тем более, помните, когда была презентация голландцев в прошлом году, Юпитер-16, если не ошибаюсь, назывался. То есть они там как раз просчитали даже с учетом Еврокубков. А если их не будет, то упрощается задача по... разработке такого календаря. Как вы относитесь к идее третьего турнира, к аналогу английской публики лиги? У нас был в свое время такой турнир. Ну, один год, по-моему. Один год, да. Сложно сказать. Мне кажется, из первой очереди нужно... С точки зрения интереса болельщиц, интереса спонсорского к таким турнирам. То есть не просто же задача во что-то сыграть в этот период, когда появляются свободные окна, а чтобы это был действительно интересный турнир, чтобы была высокая мотивация участников турнира. И как мне, опять же, кажется, что как раз вот плей-офф, он... Все эти задачи решает. А плей-офф, он ведь его до 16, а играть два круга или 18? Ну, количество несложное сказать, потому что много ведь сейчас в последнее время разговоров кто-то говорит 20 команд, кто-то говорит 18 команд. А суть не меняется. То есть если это 16 команд, то две восьмерки, которые дальше уже разыгрывают. Оцените вероятность риска того, что российский клубок теряет права на игроков? Если фифа пойдет дальше и... Я думаю, что они минимальны, потому что это будет уже абсолютно беспрецедентное, очень опасное решение, по сути, которое не имеет уже возможности для... Да, для отката, для обжалования, потому что, например, с еврокубками, то есть там можно вот сейчас там летаться обжаловать. Если же они разрешат то, о чем вы говорите, то потом, даже если теоретически будет удалена та или иная апелляция, возникают очень много сложностей. Потому что новый был, который подписал контракт с этим игроком, он уже сыграл и там, допустим, забил какие-то мячи решающие, не решающие, неважно. И как быть со всем этим? То есть это уже... Это точка невозврата, и поэтому думаю, что фифа не пойдет на этот шаг. Возвращаясь к вашим игрокам, вот те, у кого сейчас не истекают контракты на более длинных контракт, могут начаться разговоры, переговоры о понижении, если все в пессимистичном направлении пойдет? На данный момент нет. Мы выплачиваем в полном объеме зарплату. Опять же, исходим из того, что, как я уже говорил, ситуация стабилизируется, и мы сможем обеспечить доходную часть бюджета. Поэтому в ближайшей перспективе пока речь об этом не идет. Мы видим, что некоторые клубы сейчас продавали футболистов, ну, допустим, спорта Кайр, потому что они понимают, что есть риски. Вот у вас не было таких предложений или попыток кого-то сейчас продать, чтобы хотя бы обезопасить себя? Нет, потому что, как я уже сказал, я оцениваю достаточно невысоко вот этот риск, что FIFA пойдет на такой беспрецедентный шаг. Возможно, что будет продлен срок вот этого временного приостановления контрактов и право игроков покинуть российские клубы, но не думаю, что они все-таки примут решение о том, что окончательно могут футболисты перейти без каких-либо компенсаций для российских клубов. Ну, мы видим, что FIFA уже отказался от этого шага, и думаю, что не изменится это решение, потому что, как мне кажется, уже потихонечку вот эта истерия, она, хочется верить, успокаивается и не дойдет до того, чтобы уже сжигать мосты и окончательно сталкивать по национальному признаку нашу страну со всей остальной Европы и со всем остальным миром. Как вы, кстати, отнеслись к решению РФС по меморандуму о подаче заявки на Евро, и, может быть, СССР их поддержит и на какой-нибудь Суперкубок подаст заявку? Ну, насколько я знаю, это была запланированная не акция, а пункт повестки дня, и, наверное, сейчас, конечно, это выглядит немного странно, но, с другой стороны, что не запрещено, то разрешено, но почему бы нет нормальной отнесации. Если говорить о положительном моменте в день рождения Игоря Агенфеева, может быть, как-то личное, как поздравили, может быть, что подарим, если положительный документ. Игоря, конечно же, поздравил. Сейчас мы немножко пошутили на эту тему, что пойдем выбирать галстук. Ему и Евгения Шевелева, член тренерского штаба, тоже день рождения, сегодня два галстука придется приобрести. Игорь опытный очень футболист, прошел через, что называется, огонь и воду, поэтому он достойно, что называется, держит этот удар. Понятно, очень обидно нам всем, но, как мог, поддержал команду. И, как я уже в самом начале говорил, нет никаких упаднических настроений. Бывают такие ситуации, бывают спады. Тем более, повторюсь, все-таки беспроигрышная серия длилась очень долго, к сожалению, опорвалась. Но, что не убивает, делает сильнее, поэтому сжимаем кулаки, стеснув зубы, идем дальше. Роман Юрьевич, много говорят про то, что РПЛ деградирует постоянно. Сегодня у вас обыграла команда, в которой играл сын главного инвестора клуба, который вообще не имеет опыта игры в РПЛ, он еще и забил гол. Вам не кажется, что это как-то... Я не знаю про вот эту ситуацию, мне кажется, может быть, там больше каких-то домыслов, но если он попал в основной состав химок, и, кстати, вот раз забил гол, значит, главный тренер не ошибся в нем. Что касается деградации, ну, я бы не использовал столь жесткое слово. Конечно, не буду скрывать лично мое мнение, что уровень упал в сравнении с периодом 3-5 лет назад, когда играли, конечно, футболисты. Это очень высокого уровня, сейчас их просто меньше стало. Но это тоже определенный этап. Я не считаю, что в этом есть какая-то трагедия. Просто наш чемпионат, такой, какой он есть, будем надеяться, что наступит. Другие времена. То есть не стал бы на этом сильно акцентировать внимание. У вас, кстати, в ЦСК в школе сыновья руководителей не занимаются? Нет в перспективе? Может, тут и, смотри, каких руководителей? Маймаж, Орешкина там. Нет. Мой занимается в ЦСК-2, так называемая. У нас есть филиал академии, куда могут любые желающие, ну, правда, уже на платной основе. Те, кто не проходит в основную школу. Ну, то через сколько лет дебют его ждать? Не думаю. В Химкове. Мы прождемся. Пивовешкина тоже нет. Если говорить об Игоре Дивееве, насколько серьезно, насколько долго он будет. Я думаю, что Куфе он уже был готов. Он даже, да, он должен был. Мог и сегодня, теоретически, но решили не рисковать, потому что все-таки голеностопный сустав очень сложный и можно было усугубить травму. Вот он ездил в сборную, в этот тренировочный сбор. Вы понимаете, зачем этот тренировочный сбор вообще должен быть? Ну, как, я считаю, что в сложные времена руководствоваться принципом делаем, что должен, будь, что будет. То есть все равно для игроков было важно почувствовать, что сборная продолжает свою жизнедеятельность, встретиться с тренерским штабом, национальной команды. Поэтому я думаю, что это было правильное решение. Да, к сожалению, не удалось хороший спарринг организовать по понятным, опять же, причинам. Но, тем не менее, думаю, что это было абсолютно верное в такой ситуации решение. Как вы думаете, летом вы сможете найти спарринг партнеров в Европе? И вообще, что вы думаете? Это не запрещено у ЕФА товарищеские матчи проводить? Насчет сборов. Они будут в России, они будут в Европе. Сложный вопрос сейчас. Не просто на него ответить. Наверняка будут, конечно, сложности. Как минимум, логистические. Но вы все равно в Европу планируете ехать? Нет. Пока мы еще не определились, вполне возможно, что мы будем в России проводить с гора. Поэтому, опять же, в этом нет ничего страшного. То есть мы и так делали, и эдак. У вас был турнир в Китае один раз? Ну, другая история. Это был первый коммерческий турнир российской команды в Китае. Это какой-то интересный опыт, но непростой для команды оказался. Если сейчас вам предложат что-то такое в арабских странах или... Рассмотрим. Рассмотрим. Почему нет? Ну, товарищеские матчи вот сейчас при действии таких санкций, они разрешены к клубам российским с другими европейскими или другими клубами вообще? Под УИПой. Формально они не запрещены. То есть нас же отстранили только от еврокубков, а не от товарищеских игр. Но мы найдем с кем сыграть. Тем более, что в последнее время мы с российскими командами спаррингуемся достаточно успешно и для них, и для нас в перерывах. Поэтому это не является какой-то сверх проблемой. Спасибо большое. До свидания.